Мур, привет друзья! С вами Зверько и рубрика ML Факты. Лидером по вопросам стал предмет Золотой Посох, и вот почему. После обновления ему добавили спорную пассивку, видимо, чтобы АДК в крайней наглели. Давайте по порядку. Посмотрим. За этот предмет стоимостью 2300 золота мы получим 65 физической атаки, что неплохо, и плюс 30% скорости атаки. Сверху 2 пассивки. Давайте с наиболее приятной. Базовая атака дает стак посоха. После накопления двух стаков на третий удар пассивка срабатывает трижды. Итак, первый тест. Кэрри атакует только сурки, и мы видим, пассивка срабатывает на пятый выстрел. Это без посоха. Теперь покупаем посох. И пассивка срабатывает уже на третий, перескакивая два удара. Но обратите внимание, щит, который висит на хильде, не является ее хп, поэтому система считает выстрелы поглощенными, и пассивка посоха не накапливается, а пассивка кэрри вешается. Механика игры не так проста, как кажется в начале, правда? Хорошо, допустим, мы купили посох на героя, у которого нет пассивки с руки. Например, Сану, которого почему-то опять в хлам нерфанули, клоны отказываются быстро бить, и надеюсь, скоро это исправят. Я все еще покажу на примере кэрри. Смотрите на вылетающее хп. Это пассивка меча охотника на демона. Из-за щита хильды активация сместилась, но посмотрите, хп отлетает четырежды за срабатывание. Это работает и на других подобных предметах. И последнее. Обнуление крита. Возьмем Алый Фантом, у него 25% шанс крита, и пассивка основана на срабатывании крита. Смотрим, шанс крита 0%, но показатель скорости атаки на 1,92. Дело в том, что Золотой Посох шанс крита сходит к нулю, переводя в единицы скорости атаки 1 к 1. Почему? Значит пассивка Алого Фантома не будет срабатывать. Как это выглядит? Мощно, но ни одного крита по хильде. А можем ли мы с этими айтемами справиться с лордом? Итак, этот предмет подойдет тем, кто нацелен на статус от атакующих предметов или на пассивку персонажа. Для билда, рассчитанного на криты, этот предмет губителен. Брать можно в настоящий момент таким персонажем, как Кэрри, Сан, Хелкарт. И смотрите по своим билдам, кому он может подойти. На этом все. Подписывайтесь на канал, ведь следующий обзор будет на Оракула. Божественное вдохновение. Не забывайте делиться видео и ставить лапки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»